Серые волки часть 2 Немецкие подводные лодки 1942-1943 год Еще в середине 1941 года Денитсу, да и многим другим, стало ясно, что Соединенные Штаты, даже не вступая в войну, постараются оказать любую поддержку Британии во войне против Германии Даже тогда Гитлер наставил на том, чтобы подводники избегали любых ситуаций, которые могут спровоцировать войну с США Ему было нужно завершить кампанию на Востоке Все, однако, понимали, что столкновение с Америкой неизбежно Озабоченные тем, чтобы увеличить тоннаж потопных судов, Денитс с самого начала планировал внезапное нападение на трассу Американского побережья, назвав эту операцию барабанный бой Незаищенные морские коммуникации вдоль восточного побережья США предоставляли идеальные условия для нанесения такого удара Однако Денитсу было необходимо время для того, чтобы лодки вышли на исходные позиции и начали действие сразу после объявления войны Нападение японцев на Перл-Харбор стало неожиданностью для всех, поэтому операция барабанный бой началась лишь через пять недель после вступления США в войну Командир У-123 Рейнхард Хардаген, оказавшись на позиции, с удивлением обнаружил, что все восточное побережье освещено огнями, как будто войны вовсе нет Ночью 13 января он спыл на поверхность в нескольких милях от Нью-Йорка Огни и небоскребов по-прежнему ярко светились в темноте Вскоре Хардаген потопил свои первые жертвы Все они шли поодиночке, не в составе конвоя Так началось настоящее истребление торговых судов, которые командиры лодок окрестили очередным временем удач Адмирал Кинг, командующий флотом, руководил масштабной программой военно-морского строительства в январе 1942 года Тем не менее, кораблей для защиты торговых трасс вдоль восточного побережья не находилось Понимая всю важность ведения конвоев, он тем не менее считал, что не сможет защитить их незначительными силами, имевшимися в его распоряжении Он очень не любил англичан и игнорировал добытый ими в такой упорной борьбе опыт В день Рождества 1941 года У-552, носившая эмблему в виде черта, вышла из Лориана, чтобы наносить удары по вражеским торговым кораблям у Ньюфаунленда и восточного побережья Америки Это была лодка типа 7С Однако ее командир, капитан-лейтенант Эрих Топп, сумел распределить топливо так, что дошел до Нью-Йорка Вошел в устье Гудзона и заснял на пленку статую Свободы К концу войны Топп стал третьим подводником по потопленному тоннажу 240 тысяч тонн Топп вообще приобрел огромную популярность среди товарищей и был отмечен за свои заслуги Он был награжден рыцарским крестом с мечами и дубовыми листьями Такого удостаивались лишь немногие У 552 стал одной из семи лодок 7С, посланных к Ньюфаунленду Они прибыли на позиции между 7 и 9 января Они действовали независимо от лодок 9 серии, участвующих в операции «Барабанный бой» Их целью были суда водоизмещением свыше 10 тысяч тонн Среди 120 и 130 проходивших ежедневно по трассе От усть реки Святого Лаврентия до мыса Гатерас на побережье Северной Каролины южнее Нью-Йорка Однако эти 12 лодок были лишь частью того количества, которое намеревался послать берегам Америки Дюнец Гитлер подозревал, что англичане собираются высадиться в Норвегии И потребовал отрядить 20 лодок из действующих в Атлантике для защиты норвежского побережья Впоследствии командование подводного флота посчитало, что если бы к Америке было отправлено требуемое количество лодок Они бы увеличили результат еще на 300 тысяч тонн Тем не менее, барабанный бой ударил 13 января, когда капитан-лейтенант Хардеген потопил свою первую жертву К концу января будет потоплено 23 корабля в следующем месяце Итог составил 362 тысячи тонн, а в марте — 511 тысяч тонн Немцы были потрясены бездействием американской обороны 18 января Хардеген описывал в судовом журнале сцену, очень хорошо знакомую всем командирам подводных лодок, действующих в этом районе Наши действия были крайне удачными 8 кораблей, из них 3 танкера, общим водоизмещением 53 тысячи 860 тонн, потоплены в течение 12 часов Жаль, что со мной не было лодок минных заградителей у Нью-Йорка, или же 10 боевых лодок вместо моей одной Уверен, что цель нашлась бы для каждого Я насчитал не менее 20 кораблей, некоторые исключенными огнями, идущих вдоль побережья На фоне ярко освещенного берега их силуэты были прекрасно видны с расстояния в 2-3 мили Американская история войны на море подтверждает некомпетентность командования, не принявшего своевременных оборонительных мер Одним из самых серьезных наших просчетов стало отсутствие распоряжения местному населению выключить освещение Или же настоять на том, чтобы этим занялись местные власти В итоге все было сделано лишь спустя 3 месяца после начала действий немецких подводных лодок Когда эта мера по защите кораблей была впервые предложена, поднялся протест, поскольку на всем побережье от Атлантик-Сити до Флориды пропадет туристический сезон В Майами его роскошные пригороды светились с неоновыми огнями на 6 миль На их фоне были прекрасно видны корабли, обходившие рифы Корабли топились, но бизнес и развлечения должны были процветать по-прежнему Уничтожение продолжалось В феврале началась операция Вест-Индия Из Лириана в Карибское море прибыли 5 лодок 9-й серии В их задачу входило уничтожение танкеров, уходивших с грузом, из портов Аруба и Кюрасау Операции такого масштаба вызывали проблемы со снабжением До 1942 года до заправку осуществляли переоборудованные торговые суда в специально назначенных районах Однако они оказались совершенно незащищенными Первый специально построенный корабль снабжения Гельгалант вышел в Атлантику в мае Но в июне был потоплен англичанами Еще 5 кораблей было потоплено в этом же месяце Файфен и Атлантис в ноябре Требовалось создать подводную лодку снабжения Первая лодка типа 14, больше известного как дойная корова, была заложена в конце 1941 года Водоизмещение составляло 1688 тонн Лодка могла нести 432 тонны топлива, а также торпеды, провиант и другие необходимые грузы Она могла дозаправить несколько лодок типа 7, чей собственный запас топлива был ограничен 100 тоннами У-459 стала первой из шести лодок 14 серии, которая была отправлена из Лориана в Западную Атлантику Тогда в прибрежных американских водах и Карибском море действовало 12 средних лодок Хотя у самого побережья их было всего 4 У-459 прибыла в назначенное место 500 в милях к северо-востоку от Бермудских островов 20 апреля После трехнедельного похода Первым клиентом стала У-108, которая 22 апреля взяла на борт топлива, торпеды и другие грузы Важным дополнением являлись хлеб, картофель, овощи и другая пища, упакованные в водонепроницаемые контейнеры и мешки Однако непосредственная перекачка топлива с одной лодки на другую в достаточно неспокойном море И передача торпед оказывались непростым делом Ассутствие опыта привело к тому, что примерно в это же время в район прибыли еще 7 подводных лодок для дозаправки топливом Командиры считали такую концентрацию весьма опасной Но иногда это все же происходило Проблема так и не была решена У-459 ушла в Бискайский залив 6 мая с пустыми цистернами Она дозаправила топливом 12 лодок 7 серии и 2 девятой Всего через две недели У-459 снова была на позиции Теперь опыта было гораздо больше Один из командиров, дозаправлявший свою лодку в это время, впоследствии писал Что по соображениям безопасности, для того, чтобы проверить маневренность под водой, обе лодки погрузились Сначала лодка снабжения, а потом боевая Лодки следовали одна за другой Шланги, кабеля и троса соединены В течение трех часов они крейсировали на глубине 45 метров Незабываемый опыт Впервые в истории дизельное топливо перекачивалось под водой Во время дозаправки его лодка набрала 20 тонн топлива Что позволило ей действовать в течение еще нескольких недель, а потом вернуться в Лориан Дионис был удовлетворен результатами Снабжение подводных лодок дойными коровами сработало безотказно Дозаправка топливом Су-459 позволила большему количеству лодок находиться у побережья США Однако их результативность стала падать из-за введения эффективных контрмер руководства американского флота Теперь подводные танкеры занимались снабжением лодок, действующих в Карибском море Часть средних лодок была направлена сюда от побережья США Большие лодки прибыли из Франции Важность появления подводных танкеров обусловлена тем Что от Бискайского залива до Карибского моря — 4000 миль В свой поход в Карибское море У-459 и У-460 Полностью заправили топливом 6 лодок 7 серии И дозаправили 10 лодок 9 серии, действующих в этом районе 13 подводных лодок находились там почти 3 месяца Первая операция подводных лодок в Карибском море в феврале и марте Привела к потоплению 23 кораблей общим водоизмещением 107 тонн В мае 77 кораблей водоизмещением 371 тысячи тонн А в июне еще больше Из 173 потопленных союзных судов 60% было уничтожено в Карибском море и Мексиканском заливе Потери продолжали расти 81 корабль общим водоизмещением 398 тысяч тонн Что еще важнее, большинство из них были драгоценными танкерами Потери танкеров серьезно сказывались на экономике После введения системы конвою в потере танкеров в июле составили уже 23 корабля Правда, в августе число потерь снова увеличилось до 41 корабля В том же месяце Дюнинс перевел лодки из Карибского бассейна в Северную Атлантику Уничтожение на Западе прекратилось Но какой ценой? С января по июнь 1942 года подводные лодки потопили 585 судов Так закончился наиболее удачный период подводной войны Успехи подводных лодок у берегов США широко освещались немецкой прессе того времени Это скрашивало тревожные известия с Восточного фронта Где немецкие войска ожидала холодная нелегкая зима и контратаки советских войск Наибольший популярный завоевал капитан-лейтенант Хардеген 24 января было объявлено, что он проявил особую доблесть Газета «Пелькишер Беобактер» с подробностями расписывала, как он потопил 8 кораблей Три из которых были танкерами недалеко от Нью-Йорка За это фюрер наградил его рыцарским крестом Когда в феврале У-123 вернулась во Францию Хардеген записал на свой счет еще больше кораблей Во время своего второго похода к берегам Америки в марте У-123 потопило еще 11 кораблей общим водоизмещением 79 тысяч тонн За это по возвращении 23 апреля 1942 года Хардегену вручили дубовые листья к рыцарскому кресту Многие возвращавшиеся лодки демонстрировали тропеи, захваченные в американских водах Флаг, вывешенный на руке этой лодки, был снят с танкера «Стелли Лайтс» Улыбки и выражения лиц экипажей, возвращавшихся с операций в американских водах Разительно отличались от того, что можно было видеть в конце 1941 года Действия против хорошо защищенных конвоев в Атлантике были гораздо напряженнее Улыбки очень хорошо отражают то, что этот период был назван очередным временем удачи Хотя с точки зрения тоннажа он был более продуктивным, чем 1940 год У-94 возвращается из первого похода к побережью США Это лодка типа 7С, командир Отто Айц Он принял командование в сентябре 1941 года Прежде чем потерять лодку в августе 1942 года, Айц потопил 14 кораблей и был награжден рыцарским крестом Летающая лодка Каталина американского флота сбросила глубинные бомбы Лодка Айца в плана поверхность, где ее протаранил канадский корветт У-94 затонуло, Айца и другие члены экипажа попали в плен В начале 1942 года, возвращавшиеся с заданий лодки, находили укрытия в специально построенных бункерах, которых становилось все больше Лориан, Сен-Назер, Брест, Ла-Полис и позже Бордо Впервые этот вопрос поставил Гитлер В октябре 1940 года он обсудил его с Дюннидсом Лодкам в базах Бискайского залива была нужна защита Проектирование и строительство бункеров было поручено организации ТОТТО Масштабное строительство началось в 1941 году Проект основывался на бункерах в Брюге, построенных во время Первой мировой войны Было подведено огромное количество стройматериалов и доставлено 15 тысяч рабочих из всех оккупированных европейских стран Строительство разворачивалось очень быстро Самолеты берегового командования постоянно фотографировали бункера Но донести до руководства бомбардировочного командования необходимость их уничтожения было просто невозможно Дюннидс был удивлен и благодарен Он считал, что англичане совершили очень серьезную ошибку, не ударив по бункерам в процессе их строительства Бомбардировочное командование предпочитало разрушать немецкие города Когда лодки заняли свое укрытие, было уже слишком поздно Ошибка действительно была серьезной, и ее последствия будут ощутимыми В январе 1942 года руководство берегового командования уже не сомневалось в том, что бомбовые удары не помешают завершению строительства В октябре 1941 года были построены два первых бункера в Лориане Кераман-1 и Кераман-2 Каждый из них вмещал по 14 лодок Толщина перекрытия из железобетона достигала 5 метров В глубине каждого бункера лодка могла быть осмотрена, отремонтирована И даже помещена в сухой док, защищенный от ударов союзной авиации Наиболее уязвимыми лодки были при выходе из бункеров Или на подходе к ним, но никак не внутри Во второй половине 1942 года подводные лодки добились еще лучших результатов в Северной Атлантике Это вынудило бомбардировочное командование перенести основную тяжесть своих ударов с объектов в Германии на бункера С ноября 1942 года американские бомбардировщики из состава 8 группы Начали выполнять налеты на Сен-Назер и другие базы подводных лодок Немцы организовали усиленную оборону бункеров с зенитными батареями Несмотря на количество самолетов и сброшенных ими бомб Все вокруг бункеров было превращено в разваленные Но сами они продолжали стоять В то время ни один союзный бомбардировщик не мог поднять бомбу Способную разрушить такой мощный слой железобетона Бункера были выполнены на высшем уровне Они исправно действовали вплоть до августа 1944 года Не только немецкие лодки пользовались близостью баз Бискайского залива к трассам атлантических конвоев В августе 1940 года была основана общая германо-итальянская база Первые лодки стали прибывать в сентябре Дюнниц очень сдержанно относился к итальянским лодкам и возможностям их экипажей В Бордо базировалось 27 лодок Они выполнили 197 боевых походов и подопили 97 союзных кораблей Общим водоизмещением около полумиллиона тонн В августе 1942 года в Лориан прибыли необычные гости Подводная лодка типа И японского императорского флота Пришедшая в Бискайский залив из Сингапура Немцы и японцы всячески старались создать впечатление масштабного взаимодействия Однако на самом деле контакт между Верховным командованием одной и другой страны был минимальным Правда этот визит имел цель не только продемонстрировать верность союзному долгу Японцы должны были забрать с собой образцы достижений германской военной промышленности И применить их уже для своих нужд Японцы впечатляли успехи немецких подводных лодок в Атлантике В то время как большие японские лодки мало что могли противопоставить американцам на Тихом океане Происходило это из-за того, что командование японского флота По-другому подходило к использованию своих подводных лодок Они вели рекогностировку для надводных сил флота И информировали их о приближении вражеских кораблей Императорский флот так и не поставил перед своими лодками в качестве первоочередной задачи Уничтожение вражеского торгового судоходства В декабре 1942 года японцы попросили присутствие немецких подводных лодок в Пинанге на Малайском полуострове С целью атаковать торговые трассы в северной части Индийского океана Только в конце июня 1943 года 9 лодок типа 9С были отправлены в Малайо Группа получила наименование «Мусон» Только 4 лодки дошли до Пинанга, остальные потопили во время перехода Операции совместной базы начались в ноябре Поход вышло У-178 Действия продолжались вплоть до самого конца войны Но это все в будущем А пока японская лодка была дозаправлена топливом Ее экипаж отдохнул и разлегся в компании немецких моряков И теперь отправлялся домой Через 6 недель после выхода из Лориана Эта лодка была подтоплена у берегов Малайи Дюнис настаивал на скорейшем выходе в море после возвращения лодок на базу У-552 топа с декабря 1941 года по июнь 1942 года провела в общей сложности 6 походов Дюнис хотел, чтобы в море находилось как можно больше подводных лодок Несмотря на кажущиеся успехи В июле 1942 года Дюнис выступил по немецкому радио В его речи содержался явный намек на то, что вскоре для подводников настанут тяжелые времена Трудности уже появились В частности, то, что Бискальский залив находился совсем близко к английским морским и воздушным базам Королевские флоты ВВС могли наносить упреждающие удары по лодкам, выходящим в Атлантику Поэтому подходы к Бресту, Лориану, Сен-Назеро и Лаполист должны были постоянно охраняться Иначе лодки могли попасть в засаду Еще в 1940 году Королевский флот использовал свои подводные лодки для нападения на немецкие в надводном положении 19 августа 1940 года так была потоплена У-51 Были атакованы У-58 и У-65 Прочесывание залива в поисках английских подводных лодок стало постоянным занятием надводных сил вплоть до 1944 года Также проводилась расчистка минных полей, которые устраивали те же английские подводные лодки Немецкие лодки, выходящие в Атлантику, сопровождались минными тральщиками С 1941 года основную угрозу лодкам в Бискальском заливе стали представлять самолеты Королевских ВВС Главной проблемой для них было увидеть лодку на поверхности, особенно в темноте В 1942 году лодки еще выходили из порта в дневное время Их прикрывали корабельные зенитки Но наиболее простым и надежным способом стали ночные переходы Весной 1942 года у королевских ВВС было достаточно самолетов, чтобы перекрыть весь Бискальский залив Немцы были впечатлены тем, как внезапно появляются вражеские самолеты, и они не успевают погрузиться По всей видимости, у них в распоряжении была аппаратура, позволяющая обнаружить лодку за пределами видимости Британские самолеты использовали против подводных лодок радиолокатор АСВ Еще в 1940-41 году, но его было явно недостаточно Требовалось устройство для действия в темноте и помощи экипажу в обнаружении противника на минимальном расстоянии В итоге появился прожектор Ли, устанавливаемый на самолете и дающий яркий луч света длиной в миле впереди Впервые он был опробован в январе 1941 года В боевых условиях впервые установлен на бомбардировщике Виллингтон Прожектор устанавливался на съемном кронштейне за бомбовым люком 4 июня 1942 года итальянская лодка Луиджо Торелли первая испытала на себе действия прожектора Первая подводная лодка была потоплена при помощи прожектора Ли через месяц До конца войны 218 лодок были атакованы разными самолетами с установленным на них прожектором Ли 27 из них были потоплены Ответной мерой со стороны немецкого командования было решение установить на подводные лодки больше зенитного вооружения До конца 1942 года на большинстве лодок устанавливалось единственное 20-мм орудие Которое часто отказывало из-за постоянного нахождения в воде Установка нового оружия привела к модернизации рубок лодок 7 и 9 серии Для отражения атак с воздуха на лодке было решено устанавливать 20-мм установку и более мощное 37-мм орудие Поначалу использовались две спаренные установки, а впоследствии применялись две сочетверенные установки «Флагверлинг» Также выпускалась спаренная 37-мм установка Береговому командованию срочно требовались бомбардировщики дальнего действия Такие как поставляемые из США либерейторы В начале 1941 года существовала лишь одна эскадрилья, прибывшая по Лен-Лизу, оснащенная радиолокаторами АСВ Штаб ВВС не продолжал поставки на том основании, что либерейтор — это стратегический бомбардировщик Только в 1943 году он стал появляться в достаточном количестве в качестве противолодочного самолета Основные силы вермахта были оттянуты на Восточный фронт, начиная с июня 1941 года Союзники не могли осуществить высадку в Европе в течение продолжительного времени Поэтому было решено оказать помощь Советскому Союзу в борьбе против Германии Поставки шли с Аляски через Сибирь, также через Иран, но основной путь лежал по морю Формировались конвои Первый из них вышел в августе 1941 года и без происшествий добрался до Мурманска В течение следующих трех лет их будет еще немало Близость норвежских баз Люфтваффе и германского флота к трассам конвоев делает маршрут одним из самых опасных В северной Норвегии базировались тяжелые корабли германского флота Поэтому зачастую конвои сопровождались значительными силами британского флота Подводные лодки играли определенную роль в действиях на севере И потопили много кораблей Но Дюнит считал, что лучше с этой задачей справиться Люфтваффе И 20 лодок лучше перевезти из Северного театра В 1942 году в Транхейме, ставшем базой подводных лодок Были построены бетонные бункера, аналогичные тем, что ранее строились во Франции Именно из Транхейма лодки уходили на операции против конвоев Дюнитсу было очень тяжело добиться помощи Люфтваффе в Атлантике В северной Норвегии взаимодействие было гораздо более эффективным Здесь часто встречались летающие лодки Бломфос-138 Они совершали значительные продолжительные полеты над Атлантикой и Северным Ледовитым океаном По рации передавая координаты конвоев в штаб подводного флота В 1942 году происходило тесное взаимодействие Подводные лодки дозаправляли 138-е топливом прямо в море Таким образом, значительно увеличивался их радиус действия И они могли долетать до судоходных трасс Сибири Действия подводных лодок на севере были тяжелым испытанием для экипажей Климат был самым серьезным противником При минусовой температуре находиться наверху было сущим кошмаром Холод и густой туман приводили к тому, что палуба покрывалась льдом Опасности подвергались клапаны Увеличившийся из-за льда вес сказывался на маневренности лодки В подводном положении действия также были затруднены Так как ледяная вода сказывалась на работе акустика С другой стороны, она помогала лодкам избежать обнаружения при помощи гидролокатора Действия вражеских кораблей подводных лодок приводили к разногласиям между русскими и англичанами В 1942 году, во время летнего наступления немцев на юге Черчилль сомневался в целесообразии дальнейшей отправке конвоев из-за погоды и действий немцев Конвой ПК-16 отпыл 20 мая 1942 года Черчилль считал, что большая часть кораблей и грузов будет потеряна ПК-16 сумел пройти, а вот ПК-17 стал катастрофой Потери, понесенные этим конвоем, вынудили Черчилля прекратить поставки Сталин был страшно оскорблен и подверг резкой критике действия королевского военно-морского флота По его мнению, корабли охранения не должны были оставлять конвой На севере подводные лодки почти всегда действовали вместе, а не поодиночке Они старались всеми силами помешать движению арктических конвоев Но внесли очень небольшой вклад в военные действия на этом театре В тысячах миль от дома, прямо в открытом море, экипаж лодки типа 9 проводит ремонт, приводя ее снова в боеспособное состояние В начальном этапе операции в Южной Атлантике применялись лодки 9 серии Радиус действия позволял им доходить до Фритауна и оставаться на позиции до пяти недель Срок мог удлиняться при дозаправке топливом с кораблей снабжения или вспомогательных крейсеров В ноябре и декабре 1941 года был совершен первый бросок к Кейптауну Однако он ничем не завершился, поскольку англичане потопили корабли снабжения В 1942 году продолжались операции в Центральной Атлантике В июле лодки снова были отправлены в Южную Атлантику Они снова действовали поблизости от Фритауна 22 августа Войну Германия объявила Бразилия, так как были потоплены несколько бразильских кораблей Заходы в устье реки Конго в октябре ничего не принесли В начале октября стоял ряд успешных действий в районе Кейптауна Лодки одной из групп потопили 13 вражеских судов В этот период были засняты действия одной из больших лодок в Южной Атлантике Лодка под командованием капитана-лейтенанта Гьюза атакует вражеские торговые суда Они продолжают выполнение задания Пополнив припасы Командир проверяет свежие продукты В торпедном отсеке экипаж занят работой При помощи цепей и блоков новые торпеды загружаются в аппараты Дизель обеспечивает напор теплой воды для душа Теперь они могут сесть и спокойно поесть Дым на горизонте Обнаружен вражеский корабль Командир поднимается в рубку, чтобы вести наблюдение в перископ Они готовятся к атаке Внимание боевым постам Открыть воздушные клапаны Командир рассчитывает дистанцию Штурман рассчитывает угол атаки Первый и второй аппараты ТОВС Есть Пли Торпеды выпущены Поразят ли они цель Слышен звук взрыва Корма уже погрузилась в воду Вот одна из спасательных шлюпок Через перископ можно увидеть корабль вплоть до мельчайших деталей Командир приказывает всплывать Только в южных районах вдалеке от басбражеской авиации Немцы могли применять Бакштелцер Подобие воздушного змея с винтом, как у вертолета Который в разобранном состоянии находился в двух герматичных контейнерах, закрепленных на рубке Чаще его называли по обозначению ФА-330 Спроектирован аппарат был по просьбе подводников, которые имели ограниченный обзор Запущенный на скорости навстречу ветру, аппарат поднимался на высоту до 150 метров Лодка буксировала его при помощи троса Наблюдатель связывался с вахтой на мостике по телефону Если наблюдатели замечали сражеского самолета, то на лодке обрезали трос и немедленно погружались Пилот должен был оставить свою машину В лучшем случае его могли подобрать позже Впервые в действии Бакштелцер был опробован на У-177 в пустом районе Южной Атлантики, неподалеку от Африканского побережья Это происходило в апреле и мае 1943 года Денинс по-прежнему мечтал об увеличении выпуска подводных лодок Однако в 1942 году результат был почти тот же, что и раньше И причиной тому ряд факторов К концу 1941 года выпуск лодок достиг 20 штук в месяц В результате в середине 1942 года количество боеспособных лодок увеличилось Как и в 1939-1940 годах, суровая зима 1941-1942 года привела к тому, что новые лодки и их экипажи несколько месяцев бездействовали в скованных льдом в портах Балтики В итоге в первый квартал 1942 года в строй вошло всего 39 новых лодок Это случилось в тот самый момент, когда Денинсу было нужно как можно больше лодок для победоносной кампании о побережье США Когда во второй половине 1942 года новые лодки спускались на воду по 23 в месяц Благоприятный момент был уже утерян Большинство было отправлено в Северную Атлантику действовать против конвоев Трудности были связаны и с поставками сырья Денинс был вынужден конкурировать с двумя другими видами вооруженных сил На Восточном фронте разворачивались все более активные действия Поэтому приоритет в поставках был отдан армии и авиации В марте руководству флота объявили, что его доля уменьшится И в месяц будет спускаться на воду только 15 новых лодок В апреле Денинс стал просить об увеличении производства Гитлер был согласен, но теперь ограничения диктовала нехватка меди Офицерский корпус всегда был невелик До 1942 года потери Германии в подводных лодках были небольшими Все равно даже они сказывались, особенно с учетом нового набора Чтобы комплектовать экипажи новых лодок Денинс стал набирать на службу офицеров с надводных кораблей В 1942 и 1943 годах положение ухудшилось, поскольку количественный состав подводного флота вырос Тогда Денинс стал диктовать условия, требуя, чтобы приоритет в наборе на флот был отдан подводным силам Офицеры, набранные на флоте, не проходили такого интенсивного курса подготовки, как подводники перед войной Война диктовала необходимость сокращения учебного курса На практике это выражалось следующим Новички, переведенные из других частей офицеры, на один-два похода прикреплялись к опытному экипажу Имели возможность участвовать в его действиях После этого они сами становились командирами подводных лодок То же самое относилось к кунтер-офицерам и матросам Большинство новобранцев, начиная с 1942 года, отправлялись служить в подводный флот А с 1943 года переводились туда с кораблей надводного флота В 1940 году захваченные в плен подводники из экипажа У-32 показали, что среди них практически не было добровольцев, желающих служить именно на подводных лодках Они были очень молоды и недостаточно хорошо обучены Получалось, что брали их без разбора Большинство новых экипажей проходили подготовку на Балтике На базах таких, как Готен Хаффен, который одно время командовал Эрих Топ Денис перевел его туда с фронта В этих водах, куда не долетали союзные самолеты Новые экипажи впервые соприкасались с реальной жизнью на борту подводной лодки Большая часть занятий была посвящена На отработке действий при атаке противолодочных кораблей противника Для этой цели использовались различные корабли, в том числе и торпедные катера Шум винтов, приближающегося к цели вражеского корабля, хорошо слышен Атакующие корабли сбрасывают учебные глубинные бомбы Новые экипажи могут на практике прочувствовать то, что ожидает их в самом ближайшем будущем Атака глубинными бомбами — это самые неприятные и опасные моменты в жизни на подводной лодке Удары и сотрясения от взрывов бомб по воспоминаниям выживших подводников — это страшная штука Для натаскивания экипажа новой подводной лодки выделялось четыре месяца В июле 1942 года союзники смогли достаточно надежно защищать восточное побережье США Введение системы конвоев и усиление охранения привело к резкому уменьшению числа потопленных кораблей Однако главную угрозу подводным лодкам представляли самолеты Активное патрулирование и новая тактика охоты на лодке обеспечивали постоянную возможность для нанесения ударов с воздуха 19 июля операция «Барабанный бой» была завершена Растущая превосходство союзников в воздухе диктовала Дюнису необходимость введения новой тактики Авиация дальнего действия прикрывала трассы конвоев на все большем расстоянии от баз С баз Северной Америки и Канады самолеты могли прикрывать значительный район Атлантики на западе Базы в Гренландии и Сландии обеспечивали защиту обширной территории силами Каталин и Гудзонов Базы на территории Британии, из которых вылетали Сандерленды, Каталины и Либерейторы, прикрывали Восточную Атлантику В образовавшуюся брешь, которую прозвали «Черной дырой» или «Дьявольской глоткой» Дюнису отправил свои подводные лодки во второй половине 1942 года Уже к июню потопленный тоннаж достиг 778 тысяч тонн В июле — 504 тысяч тонн Цифры впечатляли, но этого количества все равно было недостаточно, чтобы нарушить союзные коммуникации Более того, только теперь немцы могли по-настоящему оценить возможности судостроительной программы США В 1941 году штаб подводного флота оценил максимальный выпуск американских верфей в 2,5 миллиона тонн в год Уже в следующем году предполагалось, что в 1942 и 1943 годах Общее водоизмещение построенных кораблей составит более 15 миллионов тонн Действия подводных лодок носили огромные потери союзным силам в Атлантике во второй половине 1942 года Но уже в июле Дюнис был вынужден признать, что впервые с начала войны общий тоннаж спущенных на воду кораблей превысил тоннаж уничтоженный Самые тяжелые месяцы были еще впереди, но именно в этот момент за всю долгую кампанию в Атлантике Дюнис потерпел окончательное поражение Тем не менее, выбирались новые маршруты боевых походов Атаки на конвой возобновились 5 августа, когда в течение 5 дней 18 подводных лодок атаковали конвой СС-94, в составе которого находилось 33 корабля Когда конвой достиг зоны действия самолетов с английских баз, он потерял 11 кораблей Две подводные лодки были потоплены и четыре повреждены В последующие месяцы интенсивность атак волчьих стая на конвой увеличилась СС-107 был атакован 1 ноября Шестого контакт был утерян К тому времени 15 кораблей общим водоизмещением 88 тысяч тонн были потоплены Ноябрь принес наивисшие достижения подводных лодок за всю кампанию 729 тысяч тонн было отправлено на дно Успехи подводных лодок в эти месяцы обеспечивались еще и тем, что значительная часть кораблей хранения была отведена для прикрытия операции «Факел» Немецкие кинооператоры снова снимали возвращавшихся с победой командиров подводных лодок Сен-Назер пришла У-130, лодка типа 7, под командованием капитана Сурзе Эрнста Кальца 1 сентября 1942 года он был награжден рыцарским крестом, потопив 115 тысяч тонн в Атлантике У-108 вернулась в Лориан из долгого похода, продолжавшегося с 13 июня по 10 октября 1942 года Ей командовал фрегатом капитан Клаус Шольц, получивший рыцарский крест 26 декабря 1941 года Конец 1942 года стал временем наиболее активных съемок подобных эпизодов В середине 1943 года все меньше лодок возвращалось с заданий, чтобы под аккомпанемент оркестра получить награды Немецкая разведка проявила удивительную неосведомленность Высадка союзников Северной Африки в конце 1942 года операция «Факел» Стала неожиданностью для Верховного командования Германии Для перевозки войск и охраны было выделено огромное количество кораблей Непонятно, как это можно было не заметить Немцы, похоже, имели самое смутное представление намерениях союзников Если высадка ожидалась, то на Пиренейском полуострове Даже не удалось собрать достаточное количество подводных лодок, чтобы атаковать флот вторжения Почти все они действовали в Атлантике, нанося удары по союзным конвоям Если бы операции «Факел» было заранее известно, то силы удалось бы перегруппировать А так, в предшествующей высадке недели подводные лодки не выводились из Атлантики Даже те, что действовали на Средиземном море, не удалось использовать Поскольку на охрану конвоев перевозящих войска были выделены значительные силы Скорее всего, подводные лодки не могли нанести серьезных потерь Суда быстро шли и были надежно защищены, сколько бы лодок не было Проблема подводных лодок была одной из основных рассмотренных союзниками при подготовке операции На конференции в Касабланке в Марокко президент Рузвельт и Черчилль решили, что борьба с подводными лодками на сегодня является главной задачей союзников Теперь первоочередной целью стала победа в битве за Атлантику и ликвидация угрозы нападения подводных лодок Через месяц провал операции с участием кроссеров адмирал Хиппер и Лейпциг привела к смене командования военно-морским флотом Гитлер был разъярен их неудачной атакой на конвой И потребовал от Редера расформировать соединение тяжелых кораблей 6 января было предложено увеличить темпы строительства подводных лодок Редер в ответ заявил, что надводные силы должны быть сохранены 27 января Гитлер снова потребовал расформирования и передачи баз в распоряжение подводного флота Редер был вынужден подать в отставку Это произошло 30 января На его пост был назначен Карл Дюнец Теперь он занимал высшую должность в военном флоте Германии И немедленно создал соответствующий образ В своем первом вращении к флоту он заявил, что война стала войной подводных лодок Переехав в Берлин, он взял с собой и штаб подводного флота В течение двух последних лет войны он продолжал внимательно следить за действием подводных лодок В глазах Гитлера подводная война являлась одним из немногих шансов Германии на успех Он тщетно пытался противостоять неудачам на Восточном фронте и в Тунисе В марте Дюнец впервые посетил Италию уже в новом качестве И события в Тунисе стали объектом его пристального внимания Гитлер послал Дюнецу для того, чтобы тот прощупал Муссолини на предмет степени доверия к нему фюрерам Посещая официальные церемонии, Дюнец много разговаривал с итальянскими офицерами о положении дел в Тунисе Где надежды на успех стран России улетучивались КОНЕЦ Дюнец стал регулярно присутствовать на военных советах у Гитлера в Ростенбурге, в Восточной Пруссии Дюнец общался с Герингом, Кейтелем и другими деятелями И стал желанным гостем при дворе Недоверие Гитлера к Герингу росло, особенно после поражения Люфтваффе Одновременно он чувствовал все большее расположение к новому командующему флотам Звезда Дюнец восходила Несмотря на то, что компания в Атлантике завершалась поражением подводных лодок Сам он поднимался все выше и в итоге стал официальным преемником Гитлера КОНЕЦ